Здравствуйте, новости Москва-Баку. Сегодня в Азербайджане прошла торжественная церемония в связи с завершением миссии российского миротворческого контингента в Карабахе. В церемонии приняли участие начальник генштаба сухопутных войск России Евгений Никифоров, начальник генерального штаба вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев, а также командующий российскими миротворцами в Карабахе Кирилл Кулаков. Церемония прошла на базе миротворцев в городе Хаджалы. Глава генштаба вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев поблагодарил миротворцев за службу. Поздравляю вас по этому случаю и выражаю благодарность за мужественную службу во благо мира и стабильности в Карабахском экономическом районе. В рамках церемонии по указу президента России командующий российским миротворческим контингентом Кирилл Кулаков был награжден орденом за воинскую доблесть. Также награждена группа российских и азербайджанских военнослужащих. Награды вручил начальник генштаба сухопутных войск России Евгений Никифоров. Известно, что процесс окончательного вывода российского миротворческого контингента завершится в ближайшее время. Напомним, до этого 26 апреля в азербайджанском Агдаме также прошла торжественная церемония закрытия российско-турецкого мониторингового центра по наблюдению за прекращением огня в Карабахе. Российский миротворческий контингент и российско-турецкий мониторинговый центр были размещены в Карабахе после окончания Второй Карабахской войны в соответствии с трехсторонним заявлением президентов России Азербайджана и премьер-министра Армении от 9-10 ноября 2020 года. 17 апреля Москва и Баку заявили о начале досрочного вывода российских миротворцев из Карабаха в соответствии с совместным решением российского и азербайджанского лидеров. На этом фоне вывод уже российских пограничников в ближайшее время будет осуществлен из Армении. Это касается только тех армянских областей, которые граничат с Азербайджаном. Накануне директор ФСБ России Александр Бортников заявил об этом в Совете Федерации. Бортников уточнил, что процесс будет осуществлен по просьбе Еревана. Также напомнил глава ФСБ, по просьбе армянской страны будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц, где российские пограничники несли службу с 1992 года. При этом пограничники России останутся охранять границу Армении с двумя государствами Турцией и Ираном. Миссия Евросоюза, размещенная с позволения официального Еревана на армяно-азербайджанской границе, ведет откровенно провокационную деятельность против России, Азербайджана и Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галудин в интервью российским СМИ. К сожалению, наши опасения подтвердились. Наблюдательная миссия ЕС в Армении уже фактически превратилась в полувоенную западную операцию с подключением стран-членов НАТО и сомнительными целями. Уже как минимум в два раза увеличен штат ее сотрудников. Открываются новые опорные пункты. Совсем недавно Еревану было навязано соглашение о статусе ЕСовского присутствия, предоставляющее ему режим наибольшего благоприятствования и свободу действий на армянской территории. Галузин отметил, что миссия ЕС не подконтрольна ни Армении, ни Азербайджану, добавив при этом, что ключом к процветанию Южного Кавказа является инклюзивный диалог, в частности в рамках консультативной региональной платформы 3 плюс 3. В нее, напомним, входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также три их больших соседа – Россия, Турция и Иран. Комментируя перспективы разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавкаде, Галузин отметил, что российская сторона выступает не за создание какого-то одного конкретного маршрута, а за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Замглавы МИД напомнил, что именно этим занимается созданная в 2021 году по решению лидеров России, Азербайджан и Армении трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран. При этом замминистра указал на то, что данный процесс не пошел дальше из-за позиции Армении. Мы практически вышли на комплексную сбалансированную договоренность. Однако процесс застопорился не по нашей вине. Под давлением стран Запада в Ереване приняли решение заморозить трехстороннее взаимодействие и на данном треке. Считаем необходимым скорейшее возобновление полноценной работы трехсторонней рабочей группы не только для разблокирования транспортно-коммуникационной системы Южного Кавказа, но и для установления устойчивого мира в регионе. Запад применяет двойные стандарты в связи с акциями протеста оппозиции в Грузии и в Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге. Может быть даже не столько удивляет, сколько поражает стабильностью. Дело в том, что это очередные двойные стандарты и вот этот пример как нельзя лучше все это демонстрирует. Посмотрите, официальные представители США и Евросоюза буквально каждый день нападают на власти Грузии за якобы жестокое обращение с демонстрантами. Что мы видим в контексте Армении? Гробовое молчание Запада на фоне проводимых в Армении массовых задержаний. Там применяется в том числе и грубая сила. Мы видим, что буквально как будто по команде американские, европейские средства массовой информации всячески раскручивают демонстрации в Грузии. Они делают репортажи такого уровня, что участники этих демонстраций буквально предстают как герои. Что касается многотысячных протестных акций в Армении, западный мейнстрим их как будто буквально затушевывает. Он как будто делает вид, что ничего там не происходит. Или их подают, я имею в виду, эти события в Армении, в западных средствах массовой информации, подают как не отражающие волю армянского народа и якобы дирижируемые извне. Ну, это же удивительно. Ну, как так может быть? Напомним, что в Тбилиси уже несколько недель не прекращаются массовые протесты против законопроекта об иноагентах. Оппозиция называет данный законопроект пророссийским. На Западе грузинские власти предупредили, что принятие такого закона серьезно помешает евроинтеграции страны. Также на Западе осудили действия силовиков в отношении протестующих. Надо отметить, что вместе с тем на Западе никак не реагируют на параллельно идущие уже в Армении протесты, где оппозиция требует отставки армянского премьера, а также на задержание силовиками протестующих. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о проблемах, с которыми, по его утверждению, сталкиваются Ереван и Баку во время армян-азербайджанского мирного процесса. По его словам, Армения и Азербайджан испытывают сложности с восприятием мирного процесса, так как никогда не обучались его принципам. С таким заявлением Пашинян выступил на заседании Европейского банка реконструкции и развития, которое сегодня прошло в Ереване. Пашинян подчеркнул, что отсутствие опыта в этой области порождает неопределенность и беспокойство. Отсутствие опыта в этой области порождает неопределенность и беспокойство, что усугубляется историческим опытом, сигнализирующим окажущиеся невозможности мирного урегулирования. Тем не менее, многовековой опыт показывал, что полеты в космос тоже были невероятны. Но люди добились этого, потому что были готовы учиться новому. И теперь полетами в космос никого уже не удивишь. Премьер-министр подчеркнул, что стратегии Армении направлены на углубление экономической интеграции с соседями региона, в том числе за счет трансрегиональных коммуникаций. В то время как армянский премьер выступал в здании оперы, где и проходило заседание Европейского банка реконструкции и развития, оппозиция здесь же устроила очередную акцию протеста. Накануне архиепископ Тавужский Баград Галстанян, который в последнее время возглавил протестное движение против власти Армении и мирного процесса с Азербайджаном, предупредил о том, что он намерен устроить митинг у здания, где будет выступать Пашинян. В этой связи с утра силовики стали перекрывать в том числе транспортом и спецсредствами подъезда к зданию оперы, на крыше которого расположились снайперы. Однако протестующие во главе с архиепископом Галстаняном все равно направились к зданию. Группы протестующих расположились вдоль дороги, ведущей к зданию оперы, пытаясь помешать проехать к нему международным делегациям. Параллельно сегодня на Площади Свободы также проходит митинг оппозиции. Традиционно не обошлось без столкновений между протестующими и силовиками. Сегодня же архиепископ Баграт Галстанян заявил, что встретился с представителями ряда политических сил. И, дескать, в ближайшее время им предстоит собраться всем вместе и принять решение по дальнейшей повестке. По его словам, повестка должна предусматривать максимальную консолидацию против власти. Также, по словам Галстаняна, оппозиция продолжает обсуждать кандидатуру нового потенциального премьера в случае свержения Пашиняна. Власти Турции заявили о пресечении готовившейся попытки государственного переворота в стране с силовиками. Накануне ночью президент Раджеп Тайп Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции после предупреждения о возможном мятеже. Сегодня турецкий лидер выступил в парламенте. Встретили его овациями. Эрдоган с трибуны заверил, что власти Турции прекрасно знают кукловодов и тех, кто стоит за попыткой госпереворота. И предупредил, что им не удастся осуществить свой план. Накануне союзник Эрдогана по правящему республиканскому альянсу Девлето Бахчили заявил о предполагаемой подготовке группы лиц в Управлении безопасности Анкары и органах правосудия заговора с участием в нем запрещенной в Турции организации ФЕТА, которые власти обвиняют также в причастности к попытке переворота в 2016 году. Ранее турецкие службы задержали троих высокопоставленных полицейских по подозрению в сговоре с целью совершения преступления. Турецкие СМИ сообщают, что фигуранты дела вели слежку за высокопоставленными политиками и представителями СМИ. В списке значится по меньшей мере 280 человек. Сегодня в МИД России заявили, что Москва поддерживает диалог с Турцией по специальным каналам в связи со сложившейся ситуацией. Еще больше информации читайте на нашем портале и в телеграм-канале, ссылка в описании под этим видео.